Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Огородная азбука. Хочу сегодня поговорить с вами коротенько вот о такой декоративной почве, которую вы возможно видели в садовых магазинах. Обычно она продается очень дорого. Ее редко кто покупает, но вот сейчас в эти дни в январе, как я вам всем и объясняла, идет оценка всех-всех вот этих товаров, у которых истек срок реализации. И вы можете купить вот такую почву очень дешево. Но я о ней заговорила не потому, что я выращиваю какие-то цветы, но она используется для многих. Вот тут написано, что рекомендация по применению создавать цветочные композиции, выращивать комнатные растения без почвы. Но потом она может пригодиться как влагоудерживающая добавка для почвогрунта. Вот эти гранулы, они вообще не имеют как срока давности. Ну не то, что срока давности. У них вот 2015 год написан. Но дело в том, что они хранятся, если пакет не раскрытый, хоть сколько долго. Это просто вода вот в таких желатиновых капсулах. Сейчас я вам прочитаю. Влагоудерживающая добавка для почвогрунта. Добавьте 0,2 литра декоративной почвы в 1 литр почвогрунта. Тщательно перемешайте. Высадить растения. Использование гранул в качестве влагоудерживающей добавки. Улучшить структуру почвы. Позволить сократить частоту поливов. Уменьшить риск залить или пересушить растения. Вот эта почва используется именно в тех случаях, когда поливы... Как вам объяснить-то? Когда вы можете, не проконтролировав точно режим полива, можете залить растения и они загниют. Вот добавив вот эти вот гранулы водяные, можно сократить полив и первое время вообще не поливать. Как вы понимаете, вот эта вода будет насыщать нашу влагу. Используют некоторые люди и при посеве петунии и других цветочных. При посеве и овощей, и томатов, и перцев. Можно использовать в любом случае. Мы еще вот попрошу написать комментарии тех, кто все-таки вот такие водяные гранулы когда-нибудь использовал и применял, чтобы он поделился с другими начинающими садоводами, огородниками, как применять. Но они не обязательно вот такие, где написано декоративная почва. Есть, просто называется гидрогель. Ну вот эта почва сейчас, я для чего именно сегодня вам говорю, что именно сейчас в январе вы можете вот такую декоративную почву, которая обычно продается дорого, купить очень дешево. Вы ее можете оставить и потом на следующую зиму выращивать в ней гиацинты, любые луковичные. Просто ставят туда цветок в эту почву и он прекрасно растет. Ему там все хватит, всего хватает. Все, до свидания. Это вот такой обзорный краткий видеоролик о декоративной почве и о том, что ее можно тоже использовать во время посевов. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Начинаем с самых азов. Все, кто что не знал, будем все нюансы вот эти изучать и все будем стараться применять.